Высокий сезон. На Буковине в этом году рекордный урожай грибов. Где прячутся боровики? Как отличить съедобный гриб от ядовитого? И когда лучше отправляться на тихую охоту? Наша съемочная группа побывала в самом сердце Карпата. Подосиновики, лисички, сыроежки. В лесах Буковины рекордный урожай грибов. Такого изобилия не припоминают даже старожилы. Вот наш первый грибочек. Не очень большой, но очень красивый. И вот так мы его взбираем, легонько подрезаем, чтобы осталась грибничка. Андрей Грибник со стажем в этом лесу буквально вырос и хорошо знает, как отличить хороший гриб от плохого. Внимание нужно обращать в первую очередь на цвет и запах. А при малейшем сомнении лучше вообще не брать. Есть у ней белый гриб и синяк, обычный. Он немного темнейший. Практически я знаю, что у нас в горах эти грибы никто не взбирает, они считаются отруйными. Белый гриб сразу видно, четкая белая ножка, коричневая шапочка, приемный запах. У каждого грибника свой секрет удачной охоты, делится Андрей Петрович. У нас учили, что ты побачиваешь, обовязкового забери, никогда не залишай его на завтра, потому что он не вырос. И это правило, оно действует особенно для меня и для всех моих близких и родных. И что побачиваешь, сразу взрываешь, забираешь и никогда не залишаешь на завтра. Но чтобы собрать много грибов, придется потрудиться. Рабочий день у Ольги начинается еще до рассвета. Женщина выживает лишь благодаря лесным дарам. Рассказывает, если не лениться, за день можно собрать до 20 килограммов. Начинается с півтретей ночи, окончается с 7-8 вечера. Въезжаем в школу ми, чтобы привезти все эти дарения. Грибочки, афины, бруснику. То, что зарплаты у нас нет, мы не на пенсии, молодее. А заработать нужно. Маленькие грибы по 50 гривен за килограмм, побольше по 20. А за трехлитровую банку сушеных боровиков можно получить и 200 гривен. Отбоя от покупателей нет, говорит Ольга. Но такая работа только для опытных грибников. За последний месяц лишь в Путильскую райбольницу с грибными отравлениями поступили два человека. У нас было теперь одно отруяння, что дитина до трехрочков. В большинстве это, если сырые грибы, печут на печи. Собранные грибы нужно хорошенько промыть и варить минимум полчаса, говорят медики. А подозрительные виды вообще брать не стоит. В побитии есть такая думка, что мухоморы используются для лекового цели. Я могу сказать, что лучше их не принимать ни как в истине, ни так, как и для лекования. Грибной сезон в Карпатах в самом разгаре. Любителей тихой охоты местные жители приглашают в гости. Природой насладиться и лукошко наполнить. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.